Один из первых и ключевых вопросов сессии – внесение изменений в закон о налоге на имущество организаций. Поправки затрагивают интересы малого и среднего бизнеса, которому теперь придется платить налог на имущество. Такие отчисления в других регионах установлены давно. У нас к ним пришли только что. Дабы сделать переход менее болезненным, над законопроектом два месяца трудилась специально созданная рабочая группа. В ее составе представители деловых кругов и региональной власти – всего 36 человек. Как итог, изменения в закон приняты. На первый год установлена ставка 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости, если ее площадь не превышает 900 квадратных метров. Главная задача была рабочей группы – это как раз найти баланс интересов. Как раз найти те условия переходного периода, которые позволили смягчить установление налоговой нагрузки на бизнес, сохранить бизнес, сохранить рабочие места. И самое главное – подумать о собираемости налогов, о доходной базе, об исполнении социальных обязательств. От экономики к социальной сфере. Здесь заметный вопрос повестки дня – подведение итогов летней оздоровительной кампании. Несмотря на сложные условия, в которых формировался бюджет области этого года, необходимые на кампанию средства были выделены. На эти цели было направлено чуть менее полумиллиарда рублей. В результате практически 50 тысяч юных северян смогли поправить свое здоровье в летних оздоровительных лагерях. В 2017-м существенно возросли требования к организаторам детского отдыха. Каждый лагерь предоставлял большой пакет документов, подтверждающих право принимать детей. И их проверяла Государственная трудовая инспекция. Изменились и образовательные программы. В этом году мы особое внимание уделяли на те программы, которые реализуются, насколько они также соответствуют требованиям времени, затрагивают интересы всех детей, всех возрастов, а не только маленькие, как это, к сожалению, тоже иногда бывало. И, в общем-то, наши лагеря нас порадовали. Очень интересные программы были представлены в Ацапарком, Котловский район, лагерь Архангела, который здесь, в Архангельске, Робинзонада, Устьянском районе. То есть постарались. Также в числе самых обсуждаемых на сессии тема строительства спортивной инфраструктуры в регионе и развития спорта в целом. Нам предлагается сегодня из федерального бюджета на строительство объектов 100 миллионов рублей. Ну что можно построить за 100 миллионов рублей? Поэтому мы будем выходить с инициативой, чтобы эта сумма из федерации была к нам увеличена. Так же, как и все равно, надо добиваться региональной власти. И нам, депутатам, мы всегда готовы в этом поддержать нашу региональную власть, что все-таки какие-то крупномасштабные турниры, даже по зимним видам спорта, например, были проведены в Архангельской области. И в этом контексте в центре внимания Дворец спорта профсоюзов. Здание используется по большей части как торгово-выставочный комплекс, в то время как спортивная его составляющая давно не обновлялась. Мы принимали и принимаем всесторонние свои попытки для того, чтобы выстроить работу полноценную, качественную, хорошую, добротную с Федерацией профсоюзов по непосредственной реконструкции Дворца спорта с участием Корпорации развития Архангельской области. Написано куча писем с предложениями прийти к хорошему диалогу и начать что-то там делать, потому что объект сегодня небезопасен. Федерация профсоюзов на запросы пока не отвечает, но спортивные чиновники и депутаты настроены решительно. Они всерьез надеются оживить Дворец спорта и использовать его по прямому назначению. Продолжение следует...